Если верить официальной информации Института Языкознания Российской Академии Наук, сегодня в России около 160 языков. Из них 37 государственных и один общегосударственный. Согласитесь, какое богатство! Но знаем ли мы его истинную цену? Сколько языков из этого общего числа являются живыми? Это уже сложная арифметическая задача с множеством неизвестных величин. Когда умирают языки? Когда появляются так называемые частичные носители, которые перестают его использовать? Когда происходит смешение этнических групп? Когда происходит языковой сдвиг? И родители принимают решение, что их родной язык бесперспективный, надо детей обучать более престижному. Когда на языке начинают говорить лишь на бытовом уровне и не владеют литературной речью. Когда родной язык теряет свою функциональность и практическую ценность. Когда его изучение не становится в разряд обязательных дисциплин. И быть ему или не быть в школьном расписании зависит лишь от выбора родителей. Все это приводит к тому, что каждый из 160 языков в России сегодня в той или иной степени находится на грани выживания. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Учителя родных языков по всей России, от севера до юга, от Магадана до Кавказа бьют тревогу. Подробности у Эльзиры Юзаевой. Куинская буква. Ага. Попозит. А. И английский учат там, кто говорит, они сразу проговаривают. На нашем башкирском языке тоже Н есть. Вобравший в себя силу ветра, шум северных морей, сияние полярной звезды и рокот вечной мерзлоты. Ненецкий язык – один из самых уникальных языков в мире, не только по своему неподражаемому звучанию и оригинальной семантической и грамантической структуре. Которые, кстати, тесно связаны с бытом людей, оторванных от большой земли. Язык тундровых народов – один из самых редких языков, чудом сохранившийся до наших дней. Но чем стремительнее влияние напористой, неистовой, нещадной глобализации, тем ближе его час заката. Первая, наверное, волна была, когда при советской власти, когда строили коммунизм, что будет один язык, все люди – братья. Зачем им вот тогда? И поэтому родители, которые уже сейчас поколение бабушки, уже говорят на русском языке. Уже забыли они язык, это уже такое поколение. Вторая волна – это, наверное, с введением, ну, в последнее время, когда по стандартам должен быть в первом классе, должен уметь читать, писать и говорить на русском языке. И родители начинают уже в тундре учить, чтобы ребенок был успешен, чтобы мне было трудно говорить на русском языке. В Камчатском крае родные языки преподаются корякский язык, эвенский, алиутский, тельменский, корякский, чукотский. Преподаются, да? Да, преподаются. Но все равно эти языки уже в разряде исчезающих языков? Конечно, получается, вот мы владеющие, и с нами всегда говорили на родном языке, а дети уже не владеют, и для них это как иностранный. Академики-лингвисты в России насчитывают свыше 160 языков народов. Но никто не может дать точную оценку, в каком состоянии находится каждый из них. Контрольно-измерительные процедуры, которые проходят раз в 10 лет в виде переписи населения, обрисовывают весьма туманную картину, не углубляясь в причинно-следственные связи. Но стало за 20 лет на 2 миллиона меньше, к примеру, носителей татарского языка. Что делать с этой информацией? Смиритесь и живите дальше. Это сложный вопрос. В Тюменской области, где проживает огромное количество татар, не готовят, как раньше, учителей татарского языка. Все факультеты в институтах и университетах закрыты. Мы не знаем, кто после нас будет учить наших детей. Одна надежда на Татарстан, куда уезжают наши дети. Может, кто-то из них и вернется. Дети приходят из разных семей. Бывают дети приходят из удмуртских семей. И тогда ребята хотя бы на разговорном уровне знают язык. Но большинство детей, к сожалению, у нас говорят на русском языке. И даже в деревнях, в некоторых школах, удмуртский язык уже преподают как для невладеющих. У нас школа почти национальная, можно сказать. В другой национальности мало детей. В основном все адыги ходят к нам. Но все равно больше половины из них не владеют языком. И получается, как иностранные мы ведем. Народ существует, пока существует язык, скажем так. И когда язык исчезнет, я им говорю, у нас останутся только фамилии. Я им говорю, вы любите свою мать? Они говорят, да, конечно, ближе мать у нас никого нет. Так же я говорю, и родной язык. Раз вы любите свою маму, любите родной язык. Потому что он и так называется у нас ингузский язык, не анемод, что переводит материнский язык. Учителям остается лишь взывать к совести и к морали, когда изучение родных языков входит в разряд исключений, нежели правил. Не зря говорят, закон что дышло, куда повернул, туда и вышло. Согласно поправкам к закону об образовании, которые были приняты в 2018 году, родные языки являются обязательными к изучению. Правда, с несколькими весьма важными оговорками, если на то есть желания родителей и возможности школы. Такое вот обязательство без обязанностей, когда безусловному исполнению закона перечит сам закон. С этого учебного года, согласно обновленным федеральным государственным стандартам, все школы вошли в единое образовательное поле, начали работать по единым образовательным программам, где в зависимости от профиля учебного заведения или количества учебных дней, школа сама выбирает тот или иной вариант учебного плана, утвержденного свыше. Так вот, в трех из шести вариантов учебных планов на изучение родных языков не отведено ни одного учебного часа. В двух вариантах по два часа в неделю и только в одном варианте три часа. В системе российского образования больше нет ни одного второго такого же обязательного для изучения предмета, который можно было бы вот так взять и единым розчерком пера вычеркнуть из расписания. Если школа, например, выбрала тот учебный план, где первый, это первый, да? Да, там уже сокращаются. И те часы, которые, допустим, и те школы, в которых по два, по три часа велись уроки башкирского языка, сейчас по первому варианту они вынуждены остаться вот так, или на час, или на 0,5. Один час, две недели. Один урок, 45 минут, раз в две недели. Какой язык можно, каким языком можно обладать за это время? Белое знакомство с языком. Как учитель, я понимаю, что это невозможно. Как воспитать это чувство принадлежности к народу? Как взрастить в его душе глубокую эмоциональную привязанность, из чего рождаются гордость и самосознание, понимание общности интересов, культуры и важности языка? Родные языки, вобравшие в себя силу мысли и духа. Опыт народа, его чувство, мудрость, культуру. Эти важные оттенки нашего мира – это наше богатство. Самая прочная связь, которая соединяет нас всех в одно живое, великое, целое. Я горжусь своим языком и горжусь тем, что я адык. Я горжусь своим языком и горжусь тем, что я снялся. Я язык – это душа народа. Вот действительно, душа народа уходит. А мир интересен только тогда, когда есть разные языки, разнообразные культуры. Эльзира Юзаева, 7 дней.